Всем большой привет! И сегодня мне хотелось бы рассказать наконец-то про одну очень практичную тему Учет личных финансов и бюджетирование То, как внимательное отношение к собственным денежным средствам может улучшить вашу жизнь и сделать вас счастливее на самом деле Мой подход заключается в том, что каждый раз, когда мне приходит доход, я его автоматически делю на эти 10 или сколько там, 6 категорий При этом надо понимать, что эта вещь очень гибкая То есть вы ее создаете для того, чтобы иметь каркас, в рамках которого вы себя держите, вы тут живете Но если вдруг вам нужны будут деньги на другую категорию, а вы их запланировали сюда То всегда будет в ваших руках просто взять и переложить и сказать Ага, то есть вы выступаете как менеджер, как управляющий собственной вот этой копилочкой Если у вас семья, то можете семейный расход тоже как-то вклинить То есть мои категории будут такие, более индивидуальные Зачем я это делаю? Затем, чтобы понимать, сколько я сейчас могу потратить на то или иное направление Думаю, что дефицит в финансах личных возникает, когда люди оптимистично смотрят на свой кошелек Думают, ага, у меня есть 100 тысяч И тебе, например, предлагается какая-то покупка на 30-ку И ты думаешь, ну у меня же 100 И такой, ну 30 И покупаешь А потом получается, что на что-то другое не хватает И ты, получается, тратишь больше, чем можешь себе позволить на данный момент Да, то есть здесь нужно быть максимально честным перед собой Да, все там бизнес-книги, надо стремиться зарабатывать больше Я стремлюсь зарабатывать больше Но при этом мой подход направлен именно на часть затрат И на то, что я в каждый конкретный момент времени понимаю, что вот у меня вот столько есть и больше нет Или там есть, но я отложила это и не хочу трогать Вот у меня вот столько есть И я это могу потратить вот столько на еду, вот столько на что-то еще И не больше То есть если я иду в магазин, я не могу взять и потратить 30 тысяч Если у меня бюджет на одежду 15, например, да Купить себе куртку за 30 тысяч Или могу, но я должна это скомпенсировать как-то Я должна знать, как я завтра погашу этот долг перед собой Или за счет других категорий это сделать Давайте на практике Я нашла свой тетрад, который я пользовалась до приложений Это очень колхозный подход Но, тем не менее, наверное, он меня в основном воспитал, да Когда еще там частично я получала какие-то доходы наличными И мне было удобнее считать, ну, вот, реальные деньги Я реально запаривалась и писала вручную все затраты То есть вот у меня есть линия сверху категорий И дальше идут число Мне пришел доход, например, ну, условно, 20 тысяч Я его разбиваю по процентам на эти категории Сейчас проговорим подробнее И дальше в этот день Или это остаток, да, на этот день Вот у меня столько есть денег на каждую категорию На еду, там, 20 тысяч, еще что-то И дальше я вписываю затраты И пишу конечное сальдо Как на бухгалтерии Как на финучете И пишу, ага, вот столько у меня вычет Осталось столько-то денег Дальше это все легко очень делается в приложениях И, конечно, не обязательно так делать Но просто суть всего этого отслеживания в том, что ты чувствуешь свои затраты Ты не просто они Ты приложил телефон и не знаешь, что там с ним случилось Сколько у тебя осталось, сколько ты потратил То есть нужно вот более осознанно каждую денежку считать Неважно ты, какими параметрами, да Сколько у тебя денег, какими параметрами ты здесь манипулируешь Важнее именно отношения Если научиться беречь денежки на начальных этапах Тогда у тебя их станет больше Ты также будешь их разумно тратить, беречь И мы хотим просто вот адекватно оценивать ситуацию И в ней учиться жить Поэтому приложение Я советую, точнее, я использую приложение ZenMoney Платную версию Оно для меня самое удобное Я в нем ввела все категории, которые мне нужны Добавила карты И каждый божий день я там отслеживаю свои личные финансы И вписываю все затраты Опять же, для льнивых это можно синхронизировать с банком Но для этого нужно просто поделиться информацией о своей карте И этого я делать не хочу Поэтому скопировать там пять сообщений в день в приложение Это реально очень быстро делается Просто нажимаешь, зажимаешь сообщение, копируешь И оно автоматически вставляется в приложение Само находит стоимость И само чаще всего определяет категорию То есть он запоминает Если ты вот в таком-то магазине с названием И по Смирнов купил и записал, что это было кафе То он запомнит и будет дальше тебе автоматически добавлять это в категорию кафе Про категории Категории затрат Категории бюджета Каждый должен определить их для себя сам Есть какие-то универсальные вещи Естественно, что все мы тратим на еду На проезд машину На коммунальные услуги На здоровье, красоту На одежду На аренду Нужно для себя эти категории определить Одновременно в достаточно общем виде Чтобы они покрывали какую-то сферу затрат Сферу вашей жизни Но и в то же время, чтобы это не было что-то слишком подробное Нам не нужно, чтобы мы 500 категорий себе придумывали Расскажу свой подход, опять же, и вы сами его для себя примете Потому что нужно в любом случае самому вкладываться Работать именно над построением своей системы Вы менеджер, ваша компания Ваш счет личный, ваши деньги До того, как я перейду к наименованию своих категорий Именно базовых, основных, каждодневных Я скажу, что я откладываю деньги на два счета Я откладываю деньги, это у меня называется, на будущее То есть у меня просто есть отдельный счет, куда я всегда откладываю Сейчас 20% я откладываю своего дохода туда Здесь я вот смотрю, вначале у меня было 10% Обычно я изначально, если категории мало, я брала ровные проценты И вот у меня было будущее, на будущее 10% И дальше там 10, 20, 30% в зависимости от категории На будущее, да? Опять же, что это значит? Зачем это нужно? Когда я их использую? Разумно ли это использовать? Это другой вопрос Меня можно покритиковать в том смысле, что я их активно не инвестирую Они просто лежат под процент Но это лучше, чем ничего И я это сделала после того, как прочитала книгу Киесаки Кстати, хорошая, по-моему, корпоративная финанса называется У него как раз про финансовое планирование Личное финансовое планирование книжка Я оттуда какие-то идеи взяла И именно вот откладывать просто, чтобы было оттуда идея Итак, на будущее Я определила процент Вот столько я хочу и могу, самое главное, откладывать на будущее Вторая категория, которую я откладываю, это на путешествия Потому что они случаются реже Это не каждодневная такая затрата И на них надо подскопить Поэтому туда процент у меня, по-моему, 10 или 15, чуть поменьше Я туда регулярно откладываю деньги То есть какая-то сумма у меня всегда лежит, чтобы условно рвануть на выходные куда-то Не обязательно на Мальдивы, а просто хотя бы в другой город Чтобы мне не приходилось от сердца отрывать эти билеты А я знаю, что ага, я на них накопила И РЖД-бонусы Обязательно всякие бонусные программы копить обязательно нужно Две категории, на которые я откладываю всегда То, как вы откладываете, будет зависеть от формы дохода Если у вас одна зарплата в месяц И вот у вас приходит 60 тысяч И, например, вы точно знаете, что 20 вы отложите на квартиру Ну, такие условные цифры, неважно И остальное вот вам нужно как-то распределить То раз в месяц вы занимаетесь вот такой фигней Распределением этой суммы на категории Сейчас у меня это более гибко происходит Если приходят, например, с отдельных уроков или курсов небольшие суммы То либо я их коплю несколько и потом большую сумму разделяю Либо я каждую уже просто добавляю в бюджет Как это делается? На вкладке «Бюджет» в приложении Яндекс.Мани Там ты можешь вносить изменения в бюджет по каждой категории Вот у меня приходит 30 тысяч рублей И я их распределяю, сразу пишу Либо вручную пишу, я у себя в заметках пишу Считаю на калькуляторе Да, это нужно немножко постараться Это нужно выделить 5 минут в неделю На будущее, на путешествия Дальше еда Здоровье и красота Я туда же отношу все женские штучки, ногти, волосы и прочее Одежда, подарки У меня есть такая отдельная категория Немножко философская тема То есть все категории эти, они Деньги — это энергия, да И это какие-то взаимодействия с миром, с людьми и все такое И вот подарки для меня — это категория, в которой я отдаю миру То есть если я здоровье красота, я беру себе Одежду — это себе, себе, еда — себе На будущее тоже себе, но в будущем А здесь я просто отдаю людям, которых я люблю Каким-то знакомым Если вы добрый, то на благотворительность Подарки У меня категория эта присутствует И я всегда на нее тоже откладываю Хотя там пять или десять процентов Сколько там? Сколько? Не обязательно много туда откладывать Саморазвитие У меня это самая затратная категория, если честно Потому что я сейчас хожу на танцы и на вокал И покупаю всякие курсы по французскому Плачу за китайский То есть, знаете, вот у меня приходит зарплата И если, условно говоря, вас спрашивают Типа, вам хватает денег? И вы такой Нет, денег всегда не хватает Это немножко не мой подход, да И я думаю, не совсем правильный Если мне хватает на саморазвитие Ну, понятно, на еду, на это То у меня месяц пройдет хорошо То есть я самая первая пытаюсь закрывать саморазвитие И дальше уже Ну, хорошо В первую очередь я откладываю на жилье и на еду На коммуналку И дальше саморазвитие для меня одно из самых приоритетов Но это лирика Итак, саморазвитие, транспорт Реклама У вас могут быть другие У вас могут быть категории, связанные с детьми С домом, с машиной То есть вводите их сами Они должны быть общие Но достаточно конкретные Если вот много прям тратится на детей Видите, дети Отдельные категории Вот надо на них откладывать тоже, например Итак, у вас пришли деньги Вы их разделили И что это значит? Вот у меня лежит 5000 на одежду Нужно быть опять же честным с собой И если вы хотите дорогую куртку То вот придется дождаться пока В статье бюджет Бюджет на одежду Станет 30 тысяч рублей И тогда ее купить Так будет честно Последние несколько месяцев Я немножко халявила И покупала дорогие вещи И у меня уходил бюджет в минус Но я понимаю, ну окей Там за счет других каких-то категорий Это делается Я сейчас вот еще подзаработаю И отдам Это кредит Это займ Это то, чего мы все не хотим Если мы научимся жить По вот этим средствам Зарабатывать больше Стараться зарабатывать больше Но в то же время не тратить больше, чем у тебя есть То так будет жить намного-намного спокойнее Кайфовее Потому что я вот куплю эту дорогую вещь И с одной стороны Если это зимняя куртка В моем случае это была зимняя куртка дорогая Я вот в ней хожу уже всю зиму Она мне правда нужна То есть в таком случае Логично ее купить И ну вот да, немножко я пострадала И отдала сама себе Этот типа долг Но если так делать постоянно То смысла в этом всем не будет То есть подход этот нужен для того Чтобы ты приходил в ресторан Открывал приложение И смотрел Бюджет на еду на весь месяц 15 тысяч У меня осталось 12 А сегодня еще только третье число Что-то я слишком быстро трачу бюджет Наверное, сейчас не стоит отдавать 3 тысячи за поход в ресторан А нужно купить что-то попроще Понимаете меня? Или еще нагляднее Конец месяца Открываешь счет на еду И у тебя остается 500 рублей Зарплата послезавтра Я не могу потратить 3 тысячи Или даже Ну больше 500 рублей в идеале Да? Я ориентируюсь всегда на то Сколько у меня есть Трачу соответственно Дальше Если вдруг случается что-то Например, в Новый год Нужно купить всем подарки Если обычно я трачу на подарки 5% То тут реально мне нужен бюджет на подарки И поэтому я модифицирую свой месяц Я заранее Вот сажусь в начале декабря Планирую свои денежки И пишу На подарки Откладываю 40% Честно так перед собой Посмотри, сколько у меня будет доход Сколько примерно я хочу потратить Я вот хочу молодому человеку купить курс Хочу купить маме часы Хочу купить, не знаю, телевизор Значит, это нужно спланировать Так будет жить намного легче, честное слово Вы это планируете И вроде как обидно Потому что перед Новым годом хочется купить платье Перед Новым годом хочется Не знаю, сделать прическу, макияж Это дорого И это все нужно учесть То есть, если мы говорим о ограниченном бюджете Он всегда ограничен То так или иначе Но нужно ставить себе лимит Нужно понимать именно Исходя из того, что у тебя есть Потому что если ты купишь себе платье И купишь подарки И сделаешь макияж И у тебя не останется на еду На последние две недели То это никому не нужно Счастья от этого не прибавится И спокойствия не прибавится А это самое главное Мы хотим жить спокойно Чтобы нам всегда хватало денег И если что Чтобы у нас они были Для этого мы откладываем на будущее Ну или хотя бы, я не знаю На какое-то Для меня просто вот эта категория на будущее Она священная Я из нее не беру Я с собой Вот в этих рамках честна Ну и дальше Самое главное Это привычка Это работа над собой Чтобы заходить в это приложение Каждый день Смотрите Что случилось Вот сегодня я Потратила на это Это, это и это Сразу Заходим в бюджет Смотрим Что там поменялось И видим, например Было 15 тысяч Осталось 7 Я такая Блин, я чувствую Как я потратила эти деньги Желательно Чтобы эти траты Всегда были в радость То есть Чтобы я не думала Ё-моё А для этого Как раз и нужно Себя к этому подготавливать Настройка Всегда нужна настройка Вы идёте заниматься английским Сели 5 минут И подумали Я сейчас буду заниматься английским И всё идёт Более гладко Легче То же самое с затратами Нужно Как в какой-то книжке Тоже было написано Что О покупке Нужно думать Столько дней Сколько Будет Если поделить её Стоимость На 100 То есть Если вы покупаете Очень дорогую вещь На ней надо долго думать Надо к ней готовиться Морально И тогда она придёт Долгожданно И тогда вы будете Ей Тратить деньги Которые Специально на неё Подготовлены Вы своим трудом Собрали туда деньги И всё будет прекрасно Да Цель всего этого Чтобы Контролировать Такой важный Аспект жизни Как деньги Чтобы они никогда Не вставали К каким-то препятствиям Понятно Что Есть факторы Которые мы можем контролировать Есть факторы Которые не можем контролировать И цель Такая Чтобы мы со своей стороны Сделали всё Чтобы контролируемая часть Была выполнена Да И подготовиться к тому Что мы можем не контролировать Для этого мы откладываем Каждый раз Каждый божий раз Я вот например Я не думаю даже Что вот А вот я сейчас откладываю 4 тысячи на будущее Я же могла бы сейчас Что-то потратить Я об этом в принципе не думаю Это уже не мои деньги Я хоп отрезала Они ушли Обязательно Обязательно так делать Возможно этот подход Подходит не всем И у меня есть пример Знакомых Которые много зарабатывают И при этом Не хотят Просто заморачиваться И думают Не-не-не Ну вот У меня есть деньги Я трачу и всё Но при этом Бывают ситуации Когда В больших доходах Ты также не рассчитываешь Затраты Потому что у тебя растут потребности И это такой небольшой самообман То есть думаю Что богатый человек Который контролирует Свои деньги Жил бы намного-намного лучше Чем тот Который их не контролирует Да Такая история И при этом Супер хорошо Если вы умеете радоваться Тому что есть И если вы покупаете Недорогие вещи Старайтесь покупать их Качественно Из натуральных материалов Например Или такие Которые долго прослужат Чтобы Если у вас ограниченные финансы Чтобы вы их тратили Максимально Принося себе комфорт За эти деньги Не нужно расстраиваться Что чего-то ещё нет Одновременно с этим Конечно Надо стремиться Да И стараться зарабатывать больше Когда зарабатываешь больше Многие проблемы решаются Но Опять же Не хочется уходить в философию Если вам Нужна ещё мотивация Потом Как отслеживать себя Что там Если например Ручкой писать Как это писать Как Отслеживать не только Финансовые показатели Но и например Своё эмоциональное состояние Продуктивность Извучить язык Как Оценивать свой прогресс Подписывайтесь на мой инстаграм Мой инстаграм На русском Киренова Да Относительно новый Но очень душевный И там Как раз такая Мотивационная Направленность Очень много советов И Наверное Мой личный Просто опыт Взгляд Всех буду очень ждать Спасибо за внимание Ещё будут вопросы Пишите в комментариях Пока